Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над моей головой под ногами 360 градусов вокруг меня. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких моих тел, находит все. Ну, у тебя, во-первых, непокойная душа есть, ее видно было с полянки еще. В ногах что-то черное, как змея, она ползает. Под фонтаном сперва вышла, потом опять быстро так заползла к тебе. Вытягивает эту змею, селом его намерения, и летит в клетку-тюрьму. Да, будет так, а таки есть, неупокойная душа идет в клетку-тюрьму. Я думаю, что мне так тяжело концентрироваться. В клетке? Да. Снимается маска. Змея свернулась кольцами и шипит. Снимаются маски и голограммы. Сущности, пристается глаз на своему эфирному коду ДНК. Выстраивает змеи канал. К ответственным, кто ее послал, с кем она связана, притягивает в клетку-тюрьму. Да, будет так, а таки есть, стоит в клетке-тюрьме. Она превратилась в черная пятна змея, к ней никто не притягивается. Это какие-то сброшенные энергии непонятные, негативные, перемещающиеся. Выстраивает канал к тем, чья это энергия. Один, два, три, притягивая в клетку-тюрьму, стоят в клетке-тюрьме. Не знаю, это женщина какая-то, она словами бросается, и от нее идут вот такие клексы. Хорошо, это женщина в клетке. Она в клетке, но она незнакомая, она сама по себе злая. Где-то ты подхватил это. Ну, я ехал в поезде, я был на вокзале, там много таких ходит. Где ты подхватил? Я не знаю. Давай поставим монитор. Ставлю монитор, и пошла картинка, где я мог подхватить. В поезде, когда заходишь? Да. То есть, это вот самый вход в вагон. Да. Там ты подхватил. Понятно. Там очень много людей туда-назад ходит. Сколько герц у этой сущности? 32. И что, такое ходит без охраны, в смысле, вот это вот? У нее же хозяина нет, у нее демона нет. Она уже как сама передвигающаяся, такая сущая какая-то. Она из змеи превратилась в пятно. Понятно. Она меняет свои формы. Хорошо. Уходит на переработку. Открывая воронку в галактическое ядро, под этим пятном уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяешь. Ты посмотришь. Неупокоенная душа, представься, как к тебе обращаться? Оле. Как? Оле. Оле? Мужчина. А, Пауль, Пауль или Поле, или как? Я не понял имя просто. Паули. Хорошо, Паули. Как давно ты находишься в моем биополе? Третьи сутки. Где ты ко мне зашел и по какой причине? В машине ждал. В моей машине? Да. А почему? Потому что знал, что она приведет меня в правильное место. А что он там, увидел что-то над защиту, какую-то над машиной, или что-то увидел? Энергии портала просачивались. Хорошо, Паули. Но все-таки ты ждал пять месяцев. Я не знаю, сколько машина стояла пять месяцев. Я ее только вчера забрал. Хорошо. Я полагаю, ты изъявил желание уйти в светлый портал, правильно? Нет. А что ты хотел? Я не умер. А где ты находишься сейчас? В Бориду. В больнице. В Бразилии. А как я тебе могу помочь, Пауля? Мне нужно вернуться в тело. Хорошо, Пауля. Тогда я сейчас выстрою прямой канал отсюда, к твоему телу. И ты пойдешь по этому каналу в свое тело. Хорошо? Не ошибись с каналом. Я не ошиблюсь. От Паули выстраивается прямой канал к его телу. Один, два, три. Ты видишь его верать четко и ясно видно его. Паули, ты видишь свое тело? Я вижу его. Он тоже его видит. И ему жаль. Он смотрит со стороны. Он как... Он не в коме, но он в бессознательном состоянии, как маленький ребенок. Как ему помочь еще я могу? Я могу только вернуть его в тело. Отправлять тебя, Паули? Ему это и надо. Ему нужно, чтобы душа соединилась. Хорошо. И возвращаем Паули в его биоробот. Да будет так, а так и есть. Пошел процесс. Цвет меняет. Он растекается по всем чакрам. Энергии, во-первых, идут. Истержи наполняются. Ты видишь его? Душа устанавливается у него в своей энергии, растекается. Я его вижу так. И даю ему еще 100% энергии. Один, два, три, семь потоков пошли. Наполняет его, дает ему необходимую энергию. Чистота вибраций поднимается до необходимого ему уровня. Пошел подъем. Считаем формацию. Сколько ему лет? 54. Его скармонизировать надо. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Идет информация именно поэтому он ждал тебя. Понятно. Чтобы его не просто вернули, а помогли восстановиться. Отлично. Это значит, что куратор позаботился. Хорошо. Он дышать стал нормально. И он спит сейчас. Отлично. Мы можем еще что-то сделать для него? Спрашивай его куратора. Нет, ему помогут. Ему помогут. Хорошо. Да, он вернулся в нормальное состояние. Он просто здоровый сон у него. Он выспится и перейдет в себя. Отлично. Отключаемся от Паоли. Фух. Нормально. Хорошо. Итак, больше у меня ничего нет, да, Вера? Нет.